Всем здравствуйте! В этой поездке решил поехать на Соловецкие острова. Собственно, добраться до них можно либо через Ким, либо через Архангельск. Архангельская самолет на Соловецкие идет. На него завозится персонал, который обслуживает гостиницу. Ну, именно через аэропорт. Я же ехал поездом через Ким. Я покупал тур у фирмы. Тур стоил 3800 и дополнительно еще 6800 были билеты туда-обратно до Кими. От Кими до Рабочая Островска перевозка на маршрутке от турфирмы от Рабочая Островска до Соловков. Паром идет примерно 210. Можно либо на верхней палубе, либо на нижней находиться. Я находился на верхней. Ну и далее видео, может чуть-чуть фото с поездки, которая у меня состоялась. 7 сентября. Вот старт. Билеты покупал отдельно. В тур на Соловке не входит. Опять на двухэтажном. Выгрузился из поезда. Теперь направо на вокзал. Вот туда. Должны встретить. Довезли до причала. Был завтрак. Ну, такой скромненький. Чисто каша, чай, два оладушка, немножко варенья. Ну, именно завтрак. Ну, такой минимальный. И дальше на пароход. Вроде как два с половиной часа плыть. Добрый день, уважаемые пассажиры. Мы рады приветствовать вас на борту нашего теплохода, совершающего ежедневные рейсы по маршрутам Кейм-Соловки и Соловки-Кейм. Путь займет два часа. Посадка начинается за 30 минут до отправления. Мы пройдем почти 50 километров по Велому морю между Республикой Карелия и Архангельской областью. Наш теплоход имеет на борту всю действующую документацию, проходит ежегодное освидетельствование регистра, а также оборудован всем необходимым спасательным, противопожарным и аварийным снабжением. На протяжении маршрута пассажиры обязаны соблюдать все правила безопасности и выполнять распоряжение капитана и экипажа, соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к имуществу морского транспорта. С fluids Год С одной Основой С С Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 В остальной основе у нас потелки, как правило, отапливается большее часть электрическое отопление. Ну вот, например, у меня висит электрическое отопление, то есть электрическое отопление. Дизельная электростанция работает с водительным отоплением. Конечно, мы на него знаем о сифре, и топливо нам заводят. Так, пойдем читать. Дизельная электростанция Это бывший ремонтный док. Дизельная электростанция Все, конечно, прекрасно, но в 1436 году два монахо монастырь издавать не могли. Потому что максимум, что они могли издавать, это пустынь. Поэтому, если мы говорим именно об основании монастыря, он формировался постепенно. Потому что монастырь это не просто храм или собор, это целая религиозная община. То есть группа из нескольких десятков монаков и нескольких десятков братьев с уставом, то есть уже слышатся ссором правил, и рядом жилы, алясь. Так, непредвидение, что могли основать, соответственно, Герман и Лесима, это пустынь. Теперь они не основали монастырь. И на первое упоминание монастыря в грамотах, то есть в житии, мы встречаем в году 1468, это год, когда монастырь, то есть ему либо, он его покупал в отчинной материке, либо ему дарили в отчинной материке. Был ли основание монастыря простым? Нет, потому что, как я уже говорил, Герман и Лесима, поиск популярностью у карелок и поморов, и от которой отвечают из промыслов. То есть регулярно приходилось, естественно, отбивать у промысловиков. Более того, эта земля кому-то принадлежала, она не была ничейной. Дело в том, что еще в 50-е годы, века 19-го, эту землю, Хаврат Толгуевская, крупная землезадельца, продала никому посаднику Дмитрию Васильевичу. То есть есть грамота, в котором это подтверждает, что Дмитрий Васильевич купил из Соловец яркий клак и кузова. То есть, таким образом, Соловецкий монастырь порабевался уже на черной земле в таком полулегальном положении. И поэтому, с точки зрения кастки лидерских, бояр, двоян, монахи терпели в планете обоснованные нападки. Однако, в конечном итоге, монахи попросили заступничество у Новгорода, и Новгород это заступничество предоставил. Официально узаконит монастырь и продавал его статус общегосударственного. В годах 60-х, и поэтому годы 1468-й, это первая дата официального упоминания монастыря. Вопрос у меня такой. Не когда-то задумывались, почему и здесь были Соловки, чем монастырь? Уединение. Да, конечно, как-то такие первые монахи, как раз таки, пивали сюда, и из мужика к уединению, это были, как раз таки, Савати, Засима и многие другие. Как Афонский домик, там все. Но, есть еще одна причина, например, более глубокая идеологическая. Здесь мы, опять же, поплавим в ловушку человека века 21-го, то есть мы мыслим зачастую материально, тогда я неоднократно буду на этом зацикливаться, и век играла гораздо большую роль, то есть это был не просто подсек, это был настоящий жизненный уклад, который определил все и точнее мышление. Знали ли вы, что на Северном поле находится рай? Вот теперь знайте. А как люди к этому пришли? Неоднократно промысловики, новгородцы видели зеленые сполоки в этом небе, в Северное сияние. Они не могли это объяснить научно, объяснили так, как могли. То есть, чем ближе к Северу, тем ближе мы к Краду. Более того, сейчас мы читаем лето-чтение от Рождества Христова. Но всегда ли было так? На Руси нет. Читали отствовение мира, то есть тогда от Рождества Христова считали уже от Петра, а до этого считали годами не 1400-ми, а 6000-ми, тогда были годы 6000-ми, и примерно в году 1492-м должен был быть 7000-й год. Дата круглая, а дата круглая дата означает конец света. Это примерно было всегда так в президентском модели мышления. То есть, если было начало, то есть и конец. Конец света, Страшный суд, Краде Суд Мессии, каждая церковь не своя. Таким образом, к 7000-му году нужно было, чтобы нас на Страшном Суде представили лучшие мужи страны мира. И поэтому, чем ближе к Краде, чем ближе к Северу будет установлен монастырь, тем же лучше. Потому что именно вот эти люди, русские монахи, будут нас представить на Страшном Суде перед Мессией. То есть на момент основания Страшский монастырь по стал всеми монастырем на территории Новгородской регулировки. И когда не было единого российского Государства, была Новгородская Республика И в конечном итоге, несмотря на то, что при Новгороде Констрахкий монастырь miedo очень высоким сталк, тамpadы очень государственный, который мог взимать официально сотни тысяч гостарivных толковников и налог на секундочку, которое в конечном итоге Новгородскую Республику поглотила Москва. Израильский монастырь должен был переустанавливать свои направления над Соловками. Это был очень интересный и важный с юридической точки зрения момент, потому что при Новгороде Соловьки владели этой землей, а при Москве они уже стали бедой московской землей. Это, конечно, мы можем сделать прямо сейчас, когда прямо через святые врата, и уже поговорим о развитии архитектуры. Меня там не теряйте, я сейчас только храню, тут нужно взять ключи, потому что нам без ключей на крепость не пройти. Не теряйте, проходим. Второе отделение, смена кастуров на аккаунтах. Спаса Превженский собор, главное здание Новославка, главное храм, еще как раз-таки назван монастырь, Спаса Превженский, мужской страны, я не монастырь. Спаса Превженский собор, он выявляет в себе черты средневековая зеверная архитектура. Во-первых, монументальность и мощность. Важно знать тот факт, что, например, площадная стена основания достигает 4 метров. То есть, по сути, это небольшая крепость в крепости. Почему такие прочные стены? Потому что у детали нету основания, то есть нету основания ни в свае, ничего, потому что под литровым слоем земли находятся такие же волны. Когда в свае дело было бессмысленно, у крепости тоже нету сваи. Все здания, насколько, наклонены на примере собора, это наиболее видно, потому что, как можно видеть, спустя собору наклонен к центру, имеет такую перименальную структуру. Таким образом, структура еще более, что это более прочная. Это интересный тоже архитектурный ход. Подразумевается, что собор не просто прочный, он еще наклонен к центру, таким образом, устраняется высшим, устраняется к небу. Также, там, где у нас есть монументальность, есть и архитичность. Эти кардинных элементов очень мало. Есть лопатки, контрапорты. Это такие небольшие каменные выступы в виде оленей, которые проходят через это создание, его пролизывают. Есть лопатки декоративные, они увеличиваются резными испытателями. А есть лопатки практичные, они служат точкой крепления внутренней стен к внешнему. Вот, опять же, практичный элемент. Потом мы с вами пройдем в храмы, в ту же статистую палату, видим интересную особенность, потому что в средних веках по внешнему посаду можно было определить, как выглядит, естественно, интерьер здания, то есть, по внешнему. Как это выглядит внутри, так и выглядит наружно. Это интересно, а что там? Собор многопредельный. То есть, это что там? Есть главный храм, престол, освященный в честь преображения Стаса. Он находится в центре. А есть пределы Акадки Севера и Сюга. А первые два предела, которые мы видим, отречены в честь Иоанна Лественничка и Кедру Стратилата, в честь покровителей детей Иоанна IV. Иоанн IV в свое время пожертвовал целую тысячу рублей на создание храмов при обожрении Стаса. Поэтому мы видим, что через в честь святых покрытий его детей, в честь Иоанна Ивановича и Федора Ивановича, и построили два предела. Есть еще несколько пределов, которые отречены в честь 13 апостолов, 70 апостолов, маленький предел, отречены от ангела Михаила, и будет еще один маленький предел через Симу и Саватия, в котором в 19-м перестроили все трое Симу и Саватийский собор. А второе это уже нечто обусловленное. То есть она была построена в конце 18 века, на месте деревянной трехшифровой сводницы, и, глядя на колокольном веке 18-го, сравнивая с соборами в 16-го, можно понять, что сильный звезд архитектуры. То есть это уже и скромная северная новгородская архитектура, это уже европейский стиль. То есть циск, порога, с декоративными элементами, с армутанами, и получают эклектику всех этих стилей. В колокольне, по ним, в самой колокольне, также находилась библиотека. До Крымской войны она начитывала 7000 томов. А в третьем итоге, действительно, вывозили, и уже в год лагеря, например, в ней было 2000 томов, которые отводились под научного общества, советского общества краеведения. И, действительно, библиотека была очень обширная. Ведь этот фасад, все, что мы видим, объединять галереи. Галерея была построена в 19-м, и, вначале, она была открыта. Итог, что только потом веке в 18-м ее закрыли. Почему здесь дверь открыта и опять закрыта? Так как в данном комплексе походки реставрации он был сделан для того, чтобы узнать, как изменялось строение со временем. Потом этот комплексный поход он видит регулярно на протяжении всего моно-полых словами. И северный северный, видимо, в стенке правильный комбик, он у него прием в самом конце. И здесь, в этом дворике, оказывается, в моноцель приема 3 дворика, дворик центральный, где мы с вами в основном будем находиться, дворик северный. Сейчас в семи дворике проживают там монахи, поэтому главных курсах не более. И в 12-м грамме в келье, в этом келье пройдет. В семи дворике, в семи дворике, в семи дворике-цефеми, в келье, в общей жизни брать. И в детьми совершали водослужения, принимали страдать, вычитали книги, решали важный вопрос на соборах. Но где же они проживали? А проживали они в келье. Вот о келях, что-то есть сейчас поговорим, когда в келье пройдет. Сейчас 86 монахов на острове. Со всех сторон Келья. Здесь были самые простые, а напротив Игуменские, самые, так сказать, комфортные с той стороны. С этой стороны говорит морские, так как Белое море. А вот с той стороны озерный, так как с той стороны озеро, так их разделяли. Так вот дверь в Келью. В 17 веке был следующий уклад. Для того, чтобы впасть в монастырь, нужно было найти определенный залог для того, чтобы приобрести к ним скамью. То есть скамья – это было минимальное приобретение в монастыре. Скамьи стоили по-разному. То есть примерно стоили в среднем полтора рубля в начале 17-го. Полтора рубля за одну скамью. Но как быть в том случае, если у человека не было денег, то есть если монах произвел из крестьян. Он мог заложить натуральный товар. Например, были случаи, это мы читаем из «нерасходных» книг, что закладывали 6 пудов меда за одну скамью, лошадь за одну скамью. Прежде всего был случай, когда два монаха купили одну скамью на двоих. Конечно, потом один монах купили другую скамью, но тем не менее. То есть минимум, чтобы впасть в Келью, и с этим монахом можно было привести себе скамью. Сколько проживало в каждой Келье? Вот здесь в Келье 051 проживало 4 монаха. А были случаи, когда в некоторых Келье проживало и 5 монахов, иногда 3 монахов. То есть в зависимости от каждой кельной Келье. Например, у Бурова Владимира Анатоновича есть монограды по Кельям. Там каждой из них входило в кредное место. Сразу скажу, как бы я ни пытался найти какие-нибудь интересные моменты, про эту Келью ничего, к сожалению, найти не смог. То есть в его монографии в таком толстом кирпиче про эту Келью выделено примерно полстраницы. Написано, что некий Неофит Угл купил скамью за 1,5 рубля. Некий старец Исидор купил скамью за 1,5 рубля. Также мы знаем, что здесь был немецкий рукомоник. То есть здесь, как-то таки, была Индоксана Утварь. А также был случай, например, если у человека были иностранные валюты, то есть и Ефинки, немецкие галанские талеры, то он тоже мог взять и облистись скамью. Потому что талеры были сделаны из серебра, и это особо ценилось. То есть бывали случаи, конечно, когда человек происходил не из крестьян, а из зодчиков, из дворян или бояр. Он мог купить целую Келью. То есть опять же вопрос, сколько здесь могло пожевать монахов. Это зависит от конкретного случая. А, например, Келья одна стоила рублей 5. Например, она могла стоить рублей 5. Или же 7 рублей стоила Келья с вышкой. То есть более роскошная, с дополнительной пристройкой. Эквивалент можно подсказать людям? Что? Эквивалент 5 рублей. Например, в некоторых пилоках можно было купить за рублей 5 лошадь. А за 10 рублей стоила, можно было продать шкурку чернобылой лисицы. По поводу, кто-то сказал, что монахи были жуликами. Это не так. Я буду защищать честь. Потому что эти деньги шли на, как раз таки, средства этих келья. То есть весь монастырь век нужно было, как раз таки, находить деньги, чтобы перестраивать кельи в камни изделия. Как раз таки, деньги тоже шли на массовую перестройку. Например, монаха могли, когда скажем так, выбрать, то ли оставить тигнецов свои же. То есть тигнецов, даже в виде алкоголя или закурения табака. То есть табак здесь курили даже гораздо раньше, чем в Москве. Я почему об этом всем говорю? С одной стороны, когда человек входит в монастырь, он действительно отрекает от своего мирского от всего того, чтобы оно было непосредственно в миру. То есть он должен менять мышление, менять образ жизни полностью, кардинально. С другой стороны, это такие жули, которым были свойственны и слабости, и пороки. То есть не нужно никогда никого сильно идеализировать, не возлеить сверху мира. В этом плане. Хотя, когда человек входит в монастырь, это действительно очень серьезная попытка именно видоизменить образ мышления. Наконец-то. Есть мобильный монастырь. Он и интересный. Дело в том, что в 1902 году, и в 1902 году, здесь только историческому событию. Приезд на свалки патриарха Алексея Второго. То есть был первый устроен свалков, визит патриарха на свалки в церковь. Была найдена замороженная в двери. Робси восстанавливали постепенно. То есть сначала можно здесь понять, церковь адапливается для работы печи. И сначала, поскольку в лагере никак не было нарушено, печи не работали, их восстанавливали. Восстанавливали коммуникации. Потом Робси обещали дверка, Людмейси и те же студенты, и художественные училищи именно в 1905 году, в 1885 году, восстанавливали эти росписи. Большое им восстановление. Конечно, восстановление не ведется до сих пор. То есть можно увидеть, как на характере эти росписи будут восстанавливать. А в год 90-е были случаи исторические. Это был случай первой в истории свалков совместной реставрации музея и монстря, возрожденного монстряя. То есть музей появился в 1974 году, а монастырь возродился в 1905 году в 1990 году. В 1905 году в 1905 году, около двух 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 получах показались три немецких корабля шведские, датские и гамбургские. Они занимались разведкой. Это, конечно, никакого вреда не причинения в монстрю, но монахи, они испугались и тужно написали челобитную мольбу Иван IV и поставили здесь к нему крепость. А Иван IV услышал монахов и тужно появился экспедицию, комиссию, которая выявила, что монахам пока бояться нечего. Но в последующем ситуация накалялась, обострялась, и Россия устраивала к этому моменту выход Квирскому заливу, Балтийского моря и Белое море осталась единственной акваторией, которую можно было продавать заморским купцами в Казки западными странами Санкт-Петербурге и с той же Англией. И в третьем итоге, когда на четвертом снова стали приходить письма о том, что здесь, около салтков, нуждают сельские немцы, шведы, угроженцы Гамбурга, датчане, нужно было срочно ставить здесь острог. Поэтому сапливу сотник Михаил Озеров, воевода, он обучил каскератному делу сотни его салтских крестьян, которые жили на салтских вольщинах, и за одно лето за эти сезон остроили только приутали летнего сезона, строится по покрову, например, с июня по октябрь на зрительный острог. Однако, как по ироне судьбы и боевого крещения осадский монастырь принял не от рук сельских немцев, шведов, а от рук стрельцов в год седения Соловецкого. Соловецкое сидение это событие тяжелое, трагичное, это входит к минице в этой ситуации патовая. И о том, как же это получилось, как же так вышло, что из плюсов 50 монахов уже касался у 14, пустые, сколько мужчин оборвался о монастыре. Мы уже поговорим у стендов. И в конечном итоге был Никон. А Никон это не просто патриарх, это пострижник Соловецкого монастыря. Здесь его на Соловках постригли монахи, на Новостке Анзере постриг его схемник Ериазар, основатель Святой Троицкого, скитана Анзере. И Никона, конечно, здесь знали, и когда он был митрополит Новгородской епархии, он всячески ислял палки в колеса о раздлении Соловецкой жизни. Кто запрещал, если бы в субботу как раз таки во время поста, то заставлял петь череп жилищные просворы, что было дороже пожарных просвор. И последние капли при помощи в чашу терпения стал год 1152, когда Никон приказал перейти мощи митрополита Филиппа Колычева и Соловков в Москву. Филипп Колычев это центральная фигура для Соловского монастыря, как раз таки главная фигура для Соловков. Поэтому его реформу станет штыки, Никона прозвали еретиком, его книги либо выкинули в море, либо сожгли, и начали сидение, то есть заперли непосредственно врата перепрофорным настоятельством. Первые годы сидения, а длился у нас 1667-го по 1776-й, были не сказать, что были жестокими, но они были более-менее приемлемыми. То есть, была надежда на мирно урегулированные конфликты. Да, у Соловков писали в отчины, да, была поставлена таможня на Роском острове, но все-таки было надежда на мирное урегулирование. Но с его хорошим приходит конец. Это был год 1673-й. То есть, опять же, еще один факт по поводу первых мирных годов осады. Я говорю, что мы находимся в Келье, по книге Келье, в 1644-1774-х годах. Это значит, что уже было сидение, а в монастыриче продавали Келье. То есть, действовал рынок авторичного жилья. Но в 1673-м году монахи соборно большинством отказались за царя. Это уже был не просто бунт, это был значим мятеж государства масштаба. То есть, были случаи, когда монахи выходили на боевой ход и матерей царя перед стольцами. Это уже было не просто решение. Потому что, кто умеет, это был не просто абитик, который страдал от пожаров и непосредственно по сутикам скрывая и побиралась. Это было мощное государство богомолья, которое, деяно и ношно, молилось за богозудучие и здоровье царской семьи, читы, и за это получало водщины различных пожертвов в виде тысячи рублей. Откуда, кстати, Иван IV пожертвовал 6800 рублей Соловка, от его сына Фёдора Ивановича 6800, от Алексея Михайловича тоже жертвовал большие с ума садовским монастырем. То есть, действительно, это воскресенье серьезное предательство, потому что садовский монастырь был очень важным влиянием на обитию. Также, я не просто говорил еще в начале про юридический момент, потому что, с точки зрения Москвы, садовки владели московской землей. Поэтому, с точки зрения Москвы, все они делали правильно. И, чтобы подавить монаком, уже по вопросу подавления монашнического братья, был сделан принципа, он сюда прибыл воевода Ивана Вещерина, у которого была четко поставлена задача, либо он берет Соловецкий монастырь, либо его казнят. Поэтому, он начал страшную осаду. Он окружил монастырь. Были сделаны попытки подкоп под крепость. Все было бесово, потому что ход находятся такие же волны. То есть, у крепости не фундамента не просто так. Были сделаны попытки пробить стене брешь. Тоже не получалось. Стена очень толстая. Были сделаны попытки уменьшить уровень воды в озере Святого. Тоже, конечно, они увенчались все-таки. Они учались успехом. Братья начались с Ценгар. Но монахи держались. И, как был господин Мечелинов, когда он взорвался в крепость, начал ее осмотр, опись. Запасов здесь было стойко, чтобы она еще хватило на 7-8 лет. Но, все-таки, здесь стыкал человеческий фактор. Потому что, соборно, когда монахи отказались от монастыря, отказались от монастыря, не все. Были те, кто продолжали малицы царя. Были те его сторонники, скажем, райлисты. И, этих сторонников царя их сажали в темнице, всячески притесняли. И, однажды, нашелся некий монах Феоктист, который, 2-3 января, ночью, вышел из тайного входа в Сушили, а сказал об этом ходе Мечелина. И, до того, Мечелина порвался в монастырь. Здесь, на Галвере, как видно, как Мечелина расправится с монахами. Опять же, говорю тот факт, что в монастыре до Мечелина было 350 монаков, после Мечелина 14 живых. Остальных жестоко убили с ними расправить. Впоследствии, как потом писал Феоктист, то он писал Алексею Михайловичу, государю богомольца. То есть, это была, на самом деле, серьезная трагедия. Впоследствии, что у нас означало, это событие, это сиденье. Означало, в принципе, конец старого монастыря. То есть, длиннейшая история монастыря, историю монастыря нового. То есть, о старом монастыре мы забываем. Это монастырь, уже новая страница, пустая страница. Набрали новую братью из крестьян. Она была малограмотная, но она была лояльна, и лояльнее строилось больше всего. То есть, это уже старство круглого угла. И сейчас, сейчас. Да. И впоследствии, Силовский монастырь уже никогда не противился в воле, не естественно, государя, царя. Силовский монастырь включается Арктистук, КАМСС. Они, в принципе, на приближающих к Арктисту, он регулярно просил, они, естественно, от обеих другого синода, писали, что пушники, конечно, тестировали местные пушки, скажем, от Лива 16-го лета, еще во временем, когда на Дрозного, из них сработали только две. А стоять его взрывали, берем выстрелить, и, по крайней мере, из них заскабливали тусклой ржавочной, они просто, естественно, просыпались вправно. В синоде открыл услышание и отправили сюда издаватель крепости 11 кушек или Гроз Бетра 1. Еще раз, на момент 1954 года в Сантея парня 2 кушек 1-го Грозла 11 кушек и Грозла интересно, а в 1000 кушек и был в этом консидент, была юридная команда в ТПС иные дворены, кто занимался тем, кто сражали в Кузникова. Было примерно 15-16 кузников на момент века и Твитанского. И стали дождались, что в июне 1944 года бронебуха благополучия показались два военных корабля прохода гегата. Это был призем Эмирада. На портах, обоих кораблей было до 10 кушек и нитескорбильного калибра трех с трехфунктовыми орудиями. И изначально, конечно, в начале областей не обстреливали, они наберевались в контакт с обидцем. При помощи обороны или толстовой азбуке. Но не братья, не инвалидная команда или азбуки не понимают. Поэтому причине решили укладывать знак при помощи толстых выставок и скучных орудий. Тоже, опять же, пытается найти контакт. У нас стоит обстреливание как причал массивного обстрела. На батарейном усунде, уже находясь на батарейном усунде. Нужно было сдать крепость, вожженый категор, оружие, кальнадскую шпатуру. И хоть одно из тех не будет выполнено, если начнется на северный обстрел монастыря. Архимандрит отметил ограниченно. Что это крепость? Это монастырь. Здесь укази монахи. Вожжения у нас нет, поэтому называть нам вам нечего. Это самый северный обстрел монастыря, который длился 9 часов. А как замечает Архимандрит Александр, я на той отделе остатки на стенку у них сливали. Не постарался, ни одной части не сдохли, 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 амбартура. Также открыто решение, что было на них северный штучек в 1802-й стрелок. С другой стороны, есть следовательные датных историков, мы как-то раз сделали запросы. В архиме по ходу великобритания и по северному оборуду Коскебайский град находилось до 60-х пушек. Еще я не думаю, что, учитывая на северную скорость скоростейность орудий, за 9 часов можно будет взять не более 200 выстрелов, то есть и тысяча будет и 200. Есть там уже преувеличение. Однако, начальник архимедритов кое-что прав, начальник не смогли сделать ни одну брешню в одной из стен, не отваживаясь на дальнейшую крепость. Отчаянно с локов, начали играть селение на острове, на крестном берегу, что-то напоминает сразу острову, через локов на архиме прибыльную основу. А в 40-х пиламетров на Соловецких Если добавить еще исторических событий, происходящих на Соловецких островах, то надо сказать о строительстве Соловецкой биологической станции. Она действовала на Большом Соловецком острове с 1881 по 1899 год. Была создана Санкт-Петербургским обществом естествоиспытателей при содействии Соловецкого монастыря и деятельном участии профессора Николая Петровича Вагнера. Значительное содействие организации Соловецкой биостанции оказал тогдашний настоятель Соловецкого монастыря Анхимандрит Милетий, отличавшийся глубоким интересом к природе северных морей и к наукам. Выглядело вот так. Дальше идет из значимых уже советский период. В 1918 году на Соловках впервые появились отряды красногвардейцев, произошла конфискация части продовольственных запасов монастыря. К 1920 году состоялось прибытие на Соловки комиссии Кедрова, Соловецкий монастырь ликвидирован и его руководство сослано. Анхимандрит Вениамин, последний настоятель Соловецкой обители, его келейник и монах Никифор были убиты в лесной избушке близ реки Водьма в районе Волкаозера на Пасху 1928 года. Ну и дальше видео включаю немножко про тюрьму Соловецкую царского периода и будет часть про слон славецкий лагерь особого назначения. Вход в тюрьму. зорецкий пляж пляж Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дополнительный ход в Соловецкую тюрьму Опыт настоящая, то есть топилась на первом этаже здания, прогревалась на втором Дополнительный ход в Соловецкую тюрьму От Петербургской гостиницы такого желтого здания От Казани находится гостиница Преображенская И потом мы пройдем вот к коричневому зданию, светокоричневому Это гостиница Аркангельская Желтая Петербургская Петербургская от 1940-х, Аркангельская отрицация А в Соловецкую тюрьму в Соловецкую тюрьму В Соловецкую тюрьму в Соловецкую тюрьму И в лагере они тоже использовались В них размечались, например, мы с вами отходили От Петербургской гостиницы И на втором этаже находилась охрана Казкие чекисты, красноармейцы А на первом этаже находились Соловецкие монахи В Соловецкие монахи мы поговорим еще отдельно Это история особо, то есть это не были заключенные А в Казкие гостиницы был Жен-Барат, где сыграли женщины заключенные Были он тоже по Гримм отдельно А здесь приобретены гостиницы Если первые и третьи этажи отводились под охрану Под Казкие очкистов Потом уже открыто среди УКПУ То на втором этаже была акция Казкие администрации Один от них на коляре и в Казке там в Азии Но это было действительно сказано неорезшее Дело в том, что здесь после двух благоченого отряда Находилась войсковая часть В том, что в Казке у нас был перебески Соловецкие гостиницы Идет с первым другом после вывода Казкие участия В Казке ухарелло То есть это как бы было передавано Если, может быть, открыты ли сами Если проекте по вечеринке, то это конструкция И так далее, что мы узнаем, что это, когда это произойдет В Казке на руку в Казке В Казке на руку встречали, когда был первый заключенный Первый этап Первый этап был перекрещатый В тысячи человек Помога, как сейчас, и один месяц Были даже в конец сходе В Казке ухарелло И в Казке ухарелло А вот здесь, когда пробовал весь институт в своей жизни, отбывала 10-летняя стропка, он говорит следующее. «Отраздую, мы будем его оправдывать нарывать, хоть кто на сам гимнезаторный источник, потому что хоть ты не мой, он ответил на 30 лет, ему с момента у него в ком, когда ехали переехали. Но если, например, в том числе есть, у него просто источник, все теряют ошибки и клубникации. Так вот, почему я вам не оправдываю? Это уже, наверное, не единственный источник, что именно все описывал прибытие в институт на сольских причал. Здесь, в причем, вставали Талли Ширей, уничтожилась поверка, их называли Патамили. Назвали ее Таллер. Таллер был, как-таки, делоподейский офицер, который взял весь мешок и с треным шагом пошел по причалу. И так, что находится сторожная пушка, там тоже находился в сторонке, он ушел в сторонке, и рва попустил из самой сторонки. Таллер ползал на руку, а ему перейти в голову, и в сторонке выходил в толпку с айсанской столки, начальник советского лакеля. Уже с запущённым и припевал. Здорово, горачи! На что после опрессия? Здрав! Здесь все эти оправнировки был здрав, потому что они репетили еще в луке-митке, как омси, наверное, не знаю, что происходит с ногтево. А там сказал, что больше прецедентов, связанных с тем с ногтей простреливал голову запущённым, мы не встречаем. Скорее всего, мой у Ширяев, кто-то прибыл и увлечен, на который он писал, о чимимаре уже в 50-х годах, в локарах, в основном начале, в самом начале, в армии, в последующем, в ротах, продлилевали уже в армии, где во время нарушениях первое отделение приправки воздавилось в после специальных запечён. В отделении было 15, но получало вызвать гаскокоративную роту. После поверки их выводили в самые тяжелые работы, лесозаготовки, торт переработки, и копечные заводы. Впоследствии, после 10 часов работ, их обратно разращали в роту, следовали несколько часов поверки, ужин, а потом 3-4 часа на сон. И так проходили первые две недели их прививания на Соловках. Если не было особо разноябки, то заключенных потом расправляли по другим ротам уже первого отделения или по другим отделениям или командировкам. Однако, как я понимаю из воспоминаний уже более поздно в году, все-таки условия содержания в советском лагере пытались упорядочить. То есть это тоже можно фиксировать, хоть условия были очень тяжелые в многих моментах, но все-таки по поверки упорядочить систему были. Потому что в 30-х годах, уже в году 31-м, заключенных фиксировали следующие как раз такие случаи. То, что карантинный городок перенесли из Кремля, за пределы Кремля, там в северную часть поселка, там был карантинный городок. И первые две недели они просто взаимодействовали с охраной, их никуда не вводили, просто находились в карантинном городке. То есть действительно, по поверки упорядочить они были, они при ним принимались. Были другие роты, здесь было 15 рот. Например, первая, вторая и третья роты. Они находились в прачном корпусе и в корпусе Новобратском. Это были кельные корпуса века 19-го, где концентрировали самые ценные струнники лагеря. Лагерный старостат, начальники предприятий, они жили обособленно, пытались водить на столовой. И жили в Кее века 19-го по 5-6 человек в одной камере, что было газо-попорно, тоже клянской карантинной роты. То есть это был на самом деле обособленный мирок. В последующем уже, это были, наверное, годы 70-е, Антонина Сошина, она, как-то, кельный струнник музея, человек, который предложил большое усилие для реставрации концентрального каменного ансамбля, она сидела в одном из кабинетов Новобратского корпуса, и сейчас находится администрация музея, и к ней зашел мужчина. Она спросила, что случилось, на что он сказал, да нет, просто в камеру свою решил посмотреть. Были такие случаи. Были роты 4-е, 5-е и 7-е. Они были из корпуса Владельщинского. Это были роты и часа лагерной обслуги, то есть парикмахеры, врачи, пожарные, работники театра, актеры, постановщики, костюмеры и прочее. Если человек попадал в такую роту, например, вырез шерефом, он был работником театра, на самом деле, как было несколько старых театров в год лагеря, то он писал, что его жизнь была спасена, потому что вместо того, чтобы у него есть заготовка на переработке торпа, человек работал в театре. То есть это были более мягкие работы, и в последующем, все годы его заключения, он работал в театре или в числе лагерной обслуги. Те же, например, гувернеры и гувернантки. Были роты 2, рота 6-я. Изначально в нее набирали уголовников, и в их функции входило охрана складов и почтовок посылок. Но они справились с ними. Обязанности им крайне скудно и неприемлемо. По этой причине их вскоре полностью от этих работ отстранили, и в последующем уже все были учреждены лагеря. За эти работы были ответственны монахи. Но и не соловейские монахи, это были военноемные сотрудники, а монахи, которые здесь отбывали в срок, то есть монахи заключенные. Они жили в корпусе с метительском, если бы были на обзорном, возводили в келью. Так вот, в ту самую, как раз таки, раньше в этой келье, сейчас переобустроили, в ней, как раз таки, скорее всего сидели заключенные монахи. Они сразу жили в склады, почтовые посылки, и впоследствии, хоть посылки вскрывались, факта отхищения и вещего удовольствия не было. Полно соловейских монахов. Они жили на первом этаже Дербургской гостиницы. И монахи здесь остались, и в их задаче, это как раз таки, были военноемные сотрудники, монахи инструкторы, то есть они работали здесь как военноемные. В любой момент они могли, так сказать, покидывать, как военноемные рабочие, однако многие оставались. Например, уже в 1926 году их количество было 116 человек. То есть поелку удалось 116 монахов военноемных, впоследствии уже в 1929 году поелку удали на 58 человек. Почему? Потому что братья уже были не молодые, а старые, они постоянно умирают, естественно, к причинам. А также в году 1929 их всех побрили под предлогом борьбы с эпидемией Тифа. Это была очень серьезная эпидемия. Им после того, как их побрили, им дали обыкновенную робу. И в июне 1931 года, как отмечают птичка, с которой здесь отбылась роб, у него интересная есть фраза, что соловки погибают по средней свободной соловецкой монах. Это образное выражение, которое означает, что в этот момент монахи переключительно смешиваются с общей лагерной средой. То есть монахи соловецкие, они просто курировали производство, тоже, например, кирпичный завод, алибастер, карбасное дело и многие другие. Но потом по фильму это неоднократно увидят. Были роты 8-я и 9-я. Они находились в казначейском корпусе. 8-я рота, как-то таки, она предназначалась для заключенных 26-й срок за бутовые преступления, например, за кражу. 9-я рота, иначе для заключенных, которые отбывали здесь срок за служебные преступления. Это были партийцы, красноармейцы, франштабщики, например, за взятку. Ну, их тоже были особые условия, они тоже питались в один из слов и даже получали зарплату до 300 рублей. А здесь также были деньги. Например, на 1928-го года в лагере, то есть здесь заключенных, ходили собственные деньги, слоники. То есть была валюта, за которую можно было купить тоже еду в нескольких протоколах ларька. Вот тоже приобретательский сельц, тоже были продуктовые ларьки и в северном числе поселка. Почему здесь заключенных ходили слоники, а не рубли? Потому что, за что бы они не подкупили лагерную охрану, которая рубли получала. Однако заключенные делать рот, они изначально получали рубли, так слово, то, насколько у них было обсловленное положение. Была рота 10-я. Это рота счетно-канцелярная, она находилась на местном корпусе, в нее входили заключенные счета интеллигенции, которые работали на важных должностях, например, связанных с экономической деятельностью, бухгалтера, экономы, счета воды и так далее. Примерно составляло на 500-600 человек. Были роты 11-12, это роты отрицательного элемента, находились они в Успенской трапезной комплексе, это были шапана-уголовники. Оттуда больше всего было шансов попасть на Секирную гору. На Секирную гору вы были? Нет, нет. Завтра. Хорошо, вам тогда про нее расскажут. То есть я тут, конечно, вкратце расскажу про Секирную гору и про визит, наверное, про визит горького тоже вкратце расскажу, но подробно там вам про нее расскажут и про Севастер тоже расскажут. Непосредственно, да, здесь были единственная рота, были тринадцатая карантинная рота, про нее я говорил в начале. Два рота, четырнадцатая. А четырнадцатая рота, эта рота секретная, находилась на примере в Нужном дворике. Что-то были за заключенным, мы до конца не понимаем. То есть может, это были политики, может, особая категория КР-ов, контрреволюционеров. Мы даже не до конца понимаем, что это были за категории. Скорее всего, они содержались на полутеремном положении и привлекались к работам либо в ночное время, либо в отсутствие зеленной навигации, то есть зимой. То есть именно, с вами до сих пор есть спорные моменты. Была рота пятнадцатая, сводная рота. Она располагалась, в принципе, по всем корпусам Кремля. Также в годах двадцатых для нее был построен отдельный рабочий городок, ну вот за озерами, где было построено девять бараков. Сейчас от девяти исходим шесть бараков. Были здесь женщины. Конечно, кто-то больше должен, наверное, были на Завицком острове, но о женщин тоже стоит поговорить, потому что их условия, то есть я уже говорил о Навицком острове, потому что женщины и мужчины содержались отдельно. Например, женщины содержались в женском бараке в Арканской гостинице. О том, как это происходило, мы поговорим уже о самой гостинице. Один, получается, бывший барак оставлен как музей Соловецкий лагаря и тюрьма. Один, по сути, такой же переделан в продукты и хозмагазин. Тот жилой, но в состоянии как был, а этот осовремененный. Ну, я так понимаю, во всяком случае, по внешнему виду просто пристройка сделана и тоже такой же бывший барак. Но он, пожалуйста, есть и современный. В том, где находились женщины с интеллигенцией, которым посчастливилось попасть на хорошую должность. Число каски работы как гувернантки, как те же учителя для лагерной администрации, как учителя английского, инвестант языков, волков пытался тоже, как виситивши. Здесь также обустроятся как экономики, счетовые, то есть более-менее важные и яркие должности. Например, как актрисы в Лагинах театра. То есть был особый мирок на втором этаже, где они жили обособлены. А был первый этаж. Здесь остались уголовницы. То есть, конечно, здесь были и убийцы, и невестные воровки, но больше всего было, конечно же, проституток. Потому что проституция, например, в Российской империи была профессией легальной. То есть можно было получить, кстати, желтый билет, который убежал непосредственно друг в профессию. Но в годах 20-х, века 20-х в СССР была страшная эпидемия Типелеса. Прямо в том, что в 27-м году только 3000 человек обратились в этот сезон за первичным осмотром. Единственное, была страшная эпидемия, с ним бороюсь. Поэтому большая часть криминального контингента это были либо одержательства притонов, либо сами проститутки. То есть они же на первом этаже, тоже обусловно, привлекаются такие работы, как кирпичный завод, столярное дело, и в основном тоже переработка. Тоже тяжелая работа для всех, не говоря о женщинах. И незавидна была судьба этих женщин, которые попадали на первый этаж, в уголовный мир. По поводу женщин. И число никогда не превышало 10% от общих числа заключенных. Каждый попадал заключенный, в том же у нас сказалось досье. А им кто он, кто стиль пребывает, какое у него происхождение, сколько у него пустить и так далее. То есть просто формируется такая девица автобиографии заключенного. Этим занимался отдел криминологический, то есть по этой причине например, первые годы Лихачева посвящены лагерям наколков, лагерям жаргону и лагерям азартным играм. По поводу азартных игр была ситуация, когда подростки и тут же их брали в разработку более опытные, матерые уголовники, научили играть в азартные игры, но не настолько, чтобы они учились выигрывать, а настолько, чтобы они просто учились играть и не были. Это понятно многим схемам. Когда подросток, начало, он садится за стол, начало играть в карты, он начал первое время выигрывать, чтобы поднять его тук, сгорелся на азарт, а потом он начал резко прыгать. Сначала браслетики, потом колпак, потом паек, потом робот, проигрывает робот, не подать на поверху, не приходит на поверху и не получает паек. И далее он живет на полулегальном положении, конечно, его заключенные подкармливают, но этого мало. Соответственно, такой подросток, он начинает жить под койками, под нарами и умирает истощение. Такие подростки в лагере называли вшивками. Также бывают случаи, когда, кажется, в лагере были два человека, один уже совершеннолетний, второй еще подросток, но они были очень похожи. Также из азартных игр подросток проиграл своему, скажем так, совершеннолетнему, очень похожему человеку срок. То есть, оказывается, человек уже совершеннолетний вышел, отмотав срок более молодого заключенного, а тот подросток, он, оказывается, и сетел очень искренне из-за того, что проиграл срок более взрослому заключенному. То есть, были такие ситуации. Милиция была сдержана, интеллигентна и по уставу. Когда в садах ничего уколового не было, как отмечал Волков и многие другие, они находились за тем как следователя, порой до суток, их лишали им все за сна. Они находились под ярким цветом лампы, но следователи в другом семьях постоянно. Они были свежие, обкормлены, как-то таки готовы задать им вопрос. И задавали просто однотипный. Чем дольше подозреваемый сделал следователь, тем больше, чем больше, чем вывезло своего тела. И в конечном итоге человек, его переговорился к первым пятидесятам, к десяти годам. Решение свободы, киров и налоги, из-за чего-то вес заготовки были самыми тяжелыми работами советской влаги. То есть, если человек был выбраны между кирпичным залодом или с заготовками, они выбирают кирпичный залод. А в среднем на эти заготовки привлекалось до 25% лампного контингента, из которого 20% погибало, еще 20% получало отравы или, в не всякой степени, инвалидности. Собченые шили не в бараках, шили землянках, крикушниках, то есть землянки, думаю, полтора метра, для которых они, естественно, которые делались на скорую руку, кровь делались очень быстро, они очень плохо отапливались, хоть у них была печка-гружуйка, часто проветривались, там было крайне холодно, из-за чего одежда заключенных не высыхала, и они потом на утро ходили работать в таких же руках. Работать, правильно, не зимой, потому что зимой, если рубить было гораздо легче, это было, естественно, было все более целесообразно. Норма была следующая, в сутки нужно было очистить, обурубить, очистить от сучек и донести на дороге до сентября на 5 куб метров леса. Норма очень серьезная, непосильная, для многих заключенных, если, в случае, не справляясь с полагаемыми обязанностями, то были случаи, как оставляли, как-то, на морозе, речи о том, кто ночью, или с 25-го года можно было, было знак приказ, согласно к норму, уклонистом от работы, сама рука, в которой рубит себе пальцы или руки, расстрелить, чувствовать следствие на месте. Врач Onorewix сказано большое количество гибели на лесозаготовках, и многие заключенные так же умирали из изтощения, из-за усвоенного работ, все же заключенные называли важные ящики сухими расстрелом. Конечно, влаги были категории здоровья, то есть были трех категорий здоровья, которые выдавали perché он влаги по хвата, были категории здоровья, которые нельзя парикамекать самым тяжелым работам, а были наиболее здоровые заключенные, и о том, пример, влаги фиксируют, конечно в том, в фильме, в них большой критичит лошадей, которая применяется, заготовки леса, коски, они живота в лагере при его бредность должность сложными и 5 и полегу бредом но душа гибель силы это при собой стойки заключенные которые обучаем усиливается этого не усиливать и работа чем полка что веса конечно без был некачественным то есть на скелесу в принципе конечно не отличается его чем он старин и сам рубежу пределили колчим блин шаг еще что-то веке потому что ты видишь коуче изрубили весь качество зависит кей а вот эту практику возобновили резку бери интенсивно и нещадно и поэтому возникал просто клиент либо стояки с используя используем альтернативу сточка топлива например и большая ставка была сделана на то о торпе тут можно поговорить обсудить было сделано несколько топоразработок то есть как устроена заготовка топа то есть сначала было осушалось к помощи каналов и 12 метров и все выкапывала машина которая выкапывала торп выжимала кирпичи формовала кирпичи а потом рабочие в основном женщины кирпичи переворачивали на солнце а в сутки нужно перевернуть до 7000 кирпичей это норма очень тяжелая, не говоря о том что делает в основном женщина в теории кирпичи должны сохнуть быстро и торп можно было даже брать на экспорт то есть в каких-то годах, например, послушали до полутора миллиона кирпичей и спортили до полутора миллиона кирпичей но на практике из-за того, что климат очень влажный слажен такой до 90% а некоторые партии сокли до 2 месяца а порой в следующей ситуации приходилось их просушивать поэтому находится уже остаток власти на торп когда была сделана клейка до Белимонова потом Белимонова влаштовная командировка и торпы используют для отопления архипелата то есть Белимонова подвескала в себя то есть ты показал, продемонстрировал по нему у вас перед нами Белая моря с Кельсмитом даже подводным лодок а подводным кирпичей на музее здесь можно видеть карту карту нам подарил общественным мемориалом непризнанным агентом здесь можно видеть распространение предприятий на территории Советского Союза как правило, там где сейчас находятся предприятия раньше находились лагеря и тюрьмы лапки о практике можно видеть скопление предприятий на территории Сибири, при Амурье, в районе Колымы на севере России, в Казахстане, в Центральной Азии так вот, в конечном итоге чтобы упорядочить систему этих крупных на грех гигантов была создана система управления лагерями сокращена УЛАГ в последующем новым главным управлением лагерями сокращено ГУЛАГ в чем важность Советского лагеря дело в том, что условия системы сооружения заключенных которая использовалась уже в повсеместном территории Советского Союза впервые отрабатывалась на Соловках то есть можно сказать образно, что ГУЛАГ зародился на Соловках в то время на севере СССР был очень крупный лагерь у правительственных лагерями сокращен УСЛАГ и Соловки уже были не отдельным лагерем а были отдельным отделением более крупного лагеря то есть его роль сегодня уменьшалась и в 1937 году он снова меняет свою физиономию и он становится уже хоть частичный лагерь остается лагерем но также большая часть заключенных переводит на тюремное положение и так формируется в 1937 году Соловская тюрьма в особом значении сокращена СТОЛ только в 1984 году из всего местной жизни называли Калколью Звездовухой это художественный элемент Соловского слэма она была частью музейного показа как раз таки Антонина Сошина Антонина Вейлик Игорь Ильич Броски то есть публицист уже из Москвы живет здесь до сих пор полка лет ему жизни как раз таки поддержания мало сил и экспозиции экспозиции Эдми в том числе мы оказываемся на территорию скита так как скит действующие правила здесь такие же как монастыри что сразу хочется сказать то что мы знаем то что мы рассказываем мы знаем из воспоминаний таких учебных из тех кто либо был на струкном изоляторе и потом тукался из воспоминания либо из тех кто общался с тем кто побывал здесь и потом тоже писал воспоминания к сожалению сейчас у нас нет ни одного официального документа в доступе который бы нам смог точно рассказать в каком количестве в каких условиях содержали здесь заключенных ну вот смотрите что мы знаем из воспоминаний то что это мужской изолятор сюда отправляли мужчин кроком от нескольких недель до года отправляли за любое нарушение лагерного режима это отказ от работ попытка или подготовка побега за связь с женщиной иногда причины могли быть просто абсурдные то есть там не так посмотрел не так ответил кому то не понравилось могли отправить штрафной изолятор но сюда попадали в здании церкви два яруса церкви верхний строгий изолятор это летняя церковь есть изолятор и изолятор обжар и он отбирали одежду Это не отапливаемое, это не отапливаемое, это не храма, где даже нарк первое время не было. Люди просто встали на холодном полу, по усынанию, где мой такой пол покрывался, айням, да, там, вот, пофухался. Пол сопровождался, пол сопровождался, пол сопровождался, примиривали в полу. На ночь разрешали выдавать один фребрент одежды, ну, принимаем, да, один фребрент, вот, 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 или бы верхний, да, и, так сказать, у него будет, если у кого-то было одеяние, они там попадались, можно было его получить, но, вот, что-то были замеченные, они складывались в степелях, да, то есть складывались друг на друга, ложились, и вверх вот закидывались в свое одежда, которые у кого-то было, да, и вот таким образом пытались сохранить тепло, в течение ночи они не старались перемешиваться, да, меняться, ну, понятно, что это очень опасно, опасно для тех, кто оказывается внизу, да, буквально каждую ночь кто-нибудь не просветался, да, потому что люди просто задыхались, либо какие-то заставления. Китание было очень-очень скудное, несколько ложек каши, чаще всего к соной, полфунта хлеба и кружка пепетка на двоих. По прошествии какого-то времени, мы точно не знаем, видимо, как это решала охрана или начальник штрафного изолятора, заключенных из первого строго изолятора переводили в нижний изолятор, с нижнего изолятора могли бы вводить на работы либо тяжелые, либо бессмысленные, да, делали все, вот, для того, чтобы сломить поле и уникить заключенных, то есть, ну, например, могли заставить принести ведро воды из озера, который упомоет, да, вот сюда на мир. Но, опять же, мы с вами представляем, да, что люди, ну, без нормального питания, без одежды, да, вот здесь в нижнем изоляторе поднять ведро воды, сломан, достаточно плитой, да, в нижнем изоляторе, ну, практически, да, не выполнимая для них задача. Победа зимой заставить поднимать воду из озера, который был, например. Раз в две недели была баня, да, это вот та, которую мы с вами видели, давали 15-20 минут и несколько ушат, ой, и один ушат водой. Ну, опять, по воспоминаниям, какого времени и количества воды его хватало только для того, чтобы размазать грязь по телу, да, ненормально помыться, ну, и потом, опять же, в тихую погоду, да, вот, нужно было подниматься обратно в дальние цеплики. В 26-м году снесился начальник штосного изолятора и разрешенные отмечают улучшение условности визгания, улучшение питания. Собъездно получали сомную фашу, сушь-то спецка уже на человека. Разрешенные писали, что давали жидкость именуемым супам, да, то есть, ну, какой-то суп, где отсутствовали, там, жиры, овощи. И давали фунт кеба. Семьгодники дополнительно получали одну гобу на двоих. Кстати, мы знаем, что люди здесь, сомодулятором, находились до тех пор, пока они могли шевелиться. То есть, только тогда, когда человек был настолько бессилен, что даже шевелиться не мог, только тогда его отправляли в лазарет, в лазарет не пусовать, и валили, да, не принесли лазарет. Разрешили из увеличения процессных заболеваний, разрешили поставить небольшую печечку, металлическая печка, которая отопилась в 8 часов до полуночи. Но, опять же, мы понимаем, да, что тут вот такой печи, оно было только не печечек, что находился в непосредственной близости, и он уже, ну, такая печка, конечно, остывалась, и снова становилась самотворной. Ну, и нары, конечно, да, что-то еще появляется. Позже, после очередной смены начальников, как нового изолятора, вновь же подмечают удосточение условий садискания, да, это, в общем-то, то время, когда Секирная гора полностью оправдывает, да, свое название, да, то есть это, кто из-за чего, многие, что-то и знают, да, про Секирку, это вот кутки. И, конечно, это, конечно, самое известное, это жордачки и томалики. И томалики, когда человека в одном нижнем белье или без него ставили на пень, перевязывали в дерево, здесь сидело очень-очень много комаров, очень много мостов, да, которые, там, какие-то, что-то, что-то случая, и запрещалось отмачивать, запрещалось сучаться, то есть, не думайте, что просто люди с ума сходили. Зимой в качестве подобного натяжания можно тоже просто поставить на пень, и человек стоял до тех пор, пока в 10 дней падал снег, зимой, конечно, такие наказания могли заканчиваться обморожением, не только ручными ампутациями. Зордачки, это тогда после дневной поверки, звучало команду садись, нужно было садиться на нару, тварь, да, все, кто садился в стене, мог поджать ноги под себя, ну, с этим подошел второй ряд, у них была возможность смесить ноги, и вот руки на колене, так можно было сидеть целый день, да, то есть могли наказать, да, любую попусту, там, с кем-то поговорить, единственной возможностью, да, вот как-то встать, размять ноги, это была возможность получить разрешение, сходить на парашку, в туалет сходить. Ну и вечером, примерно то же самое, после поверки измешала команда ложись, то есть нужно было лечь, и опять могли наказать, да, любую вот попусту, там, можно просто перевернуться, да, как-то пошевелиться или с кем-то поговорить. К 29-му году уже было совершено несколько побегов из Соловецкого лагеря, да, мы с вами всегда держим в голове, да, что это побеги с Соловецкого лагеря, но с материковых командировок, да, то есть отсюда с колосков мы не подбезали, да, но мы не знаем об удачных побегах, возможно, они были, да, но эти люди просто не писали воспоминания, либо они не выжили бежать. Ну и в 29-м году США, Великобритания, Франция отказываются покупать лес из Советского Союза, да, лес, заготовленный на севере руками заключенных, и вот дабы успокоить мировую общественность, сюда направляют человека, то есть нужно было найти того, кто был бы известен и уважаем и за границей, и в нашей стране, и сюда направляют Максима Горького. Вот все заключенные очень ждали приезда Горького, фотография, вот Горький, его сын и детка, они были пиклистами, Александр Максим, начальник лагеря в тот момент, сдали приезду Горького, потому что как раз он увидели, да, и надеялись, что он, ну, все увидит, да, вот он расскажет, наконец-то все изменится, но лагерная администрация, он готовил к приезду Горького, он строится, да, как говорим, в Потемкинской деревне, в поселке он увидел свежие выключенные бараки, вдоль дороги росли елочки, естественно, да, они там не росли, а это были просто струбленные деревья, вот тут их вдоль дороги, он увидел поляк перепаханные, там были таблички, вот тут названиями культур, якобы, да, там засеянных, Горький посетил, ну, понятно, да, там театр, музей, практически все лагерные отделения, в том числе и штрафной изолятор, ну, здесь немножко по-разному вспоминают запрещенных, есть версия, что Горький вообще заключенных не увидел, да, что на момент его приезда сюда их просто куда-то вывели, да, Горький видел переодетую охрану, ну, по одной из версий, так-таки были заключенные, но привели в порядок помещения храма, то есть Горький увидел чистое помещение, столы, стояли столы, покрытый статер, сидели люди, читали газеты, играли в шахматы, ну, и вот, да, почти курорт, ну, и вот якобы, да, заключенные стали читать газеты вверх ногами, Горький подошел к одному из них и перевернул газеты, просто мол, что без слов, да, и Горький сам, и как бы дал понять, да, что он понимает, да, что это спектакль, да, что это неправда, тем не менее, уезжая отсюда, один из сопровождастских ученицов из-за журнала посещений, что при посещении Семьерной горы все найдено в надлежащем порядке, Горький написал, сказал бы отлично и подписался бы со всеми этими словами. В поезде в Москву пишет почерк Соловки, такой достаточно объемный, он был записан в журнале наше достижение, он там выписывает свое путешествие на Соловки, очень многое говорит про природу, про красоты, ну, в общем, в конце он делает вывод о том, что нам нужно побольше таких лагерей, как Соловки, потому что здесь перевоспитывают людей и делают из них полноправных членов общества. Ну, да, мы с вами прекрасно понимаем, да, почему Горький так написал. До какого времени здесь находился штрафной изолятор, к сожалению, нам точно неизвестно. Ну, мы знаем, да, что с начала 30-х годов дошельченных Соловецкого лагеря можно вывозить нас из-за Веломора Балтийского канала. После 2004 года Соловецкий лагерь уже не был самостоятельным лагерем, да, это штрафное отделение ББК, то есть, ну, скорее всего, да, уже не было скидки отдельно, зайчиков, вообще, сейчас Соловки, да, превращаются вот в одно штрафное отделение Веломора Балтийского комбината. Ну, и, конечно, да, я уже с начала говорила, да, что у нас, так как нет документов, то их очистились, да, то есть мы не можем сказать, сколько людей прошло через штрафной изолятор. Также вот мы не можем сказать, сколько людей здесь осталось. В 2006 году вот этого склона Секирной горы, в принципе, если очень-очень быстро, да, и если есть какое-то просто непреодолимое желание, то туда можно подпишиться. Ну, мы вместе, да, все пойдем. Были найдены расстрельные ямы, останки больше семидесяти человек. По положению тел, руки, ну, как мы понимаем, да, штрихи были связаны здесь спиной, в шрепах дырочки, да, то есть там приводились действия в расстрельные переговоры. Никаких личных вещей, там было буквально несколько пуговок и гильзы, да, то есть личных вещей какая-то возможность дезинфицировать, да, этих людей у нас, по-моему, в состоянии нет. В 2007 году была поставлена большая кссовинка, кссовинка тех новомышленных происсоведников российских, и в 2008 году был поставлен крест кссовинка тех новомышленников и исповедников Соловецких. Крест сделан в старезной мастерской, да, масле Георгия Георгиевича Кужакарь, дневетровый крест, единственный из новых покрасок крест. Мы спрашивали Георгия Георгиевича, зачем покрасили крест, но вот у нас сказалось, что когда была идея защитить крест, чтобы он просто стоял так много дольше, ну, просто тут продействие внешней среды, ну, и вот как-то так случилось, что на момент покраски нашли только такой цвет, ну, получилось достаточно символично, да, потому что, с одной стороны, это цвет крови, да, то есть напоминает там вот о том, что лифт произошло, с другой стороны, красный цвет получил, да, конечно, да, в воскресенье, да, то есть это радостный цвет, да, мы знаем, что вот на баскальные сухи, да, священнослужители одевают одежды красного, вот это, то есть такая вот двойная символика. Номер на кресте, это сколько человек было найдено в этой яме. Почему были именно расстреляны, не знаю, там слышно было, нет до этого, что тела были найдены с руками сзади, то есть, видимо, или связаны, или держали так, и с пулевым отверстием в голове. Не всегда теплое лето. Дальше мы с вами видим двухэтажный деревянный келейный корпус. Смотрите, на первом этаже была небольшая кухня-трапезная, семь комнат келей, и на втором этаже еще семь комнат келей. Конечно, такого количества братьев никогда в сетей не проживало, да, ну, опять же, мы видим небольшое хозяйство, ну, в сезон, да, когда есть другие ягоды, и приходили на трудники, да, те, кто помогал брать, и, конечно, нужны были дополнительные комнаты. В лимейку ее видно, да, чтобы снаружи можно было мыть стекла. В 1904 году была установлена новая линза. Линза была привезена из Парижа. Линза, вот она стоит... Вот этот вид в 1888 году самого маяка был перестроен, доделан. И в конце Парижскую линзу поставили в 1900-х примерно, плюс-минус. И сейчас там обычная, привычная нам энергосберегающая лампочка. Питается она от солнечных батарей, и там вот видно, да, там два ветрячка остается небольшой. Сейчас лампа на байке питается обычная энергосберегающая вот от тех энерго... ну, солнечных батарей. старается максимально использовать, да, какие-то, возможно, дополнительные и очень сильные рекомендации. Маяк работал практически всегда. Маяк прекратился на работу в 18-м году, когда сюда пришли сервенцы, да, маяк был покушен. Но в 20-м году... В 1918-м прекратил работу, а в 1920-м заново начал. Один из лучших начальников, он не был запрессован, он был на наемном рабочем. Ну, после его смерти, уже не знаю, сколько они здесь лежат. Может, одно лето, может, больше. Но все равно на вершине горы я как-то не ожидал лодки увидеть. Субтитры создавал DimaTorzok Экскурсовод вот сказала, дверь историческая и получается с глазком, который остался еще в своем ребенке, когда здесь были лагерные узники. субтитры создавал DimaTorzok. Экскурсия на Заяцкий остров, вот на том синеньком Александр Шабалин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Корабли не причаливают, только чисто птицы живут, может какая-то местная живность. Вообще острова образовались после таяния ледника, когда ледник прошел, и вот все эти камни и острова, все появилось после него. Гришу за 9000 лет острова поднялись из моря на 22 метра. Неизвестно, правда нет. Говорят, возможно здесь Петр Первый Андреевский флаг освещал. Говорят, неизвестно, что раньше у нас острова назывались Заяцки. Заяцки. Есть те, которые в течение веков уже стали говорить Заяцки. Это первая версия. Просто расскажу чуть позднее, когда мы вернемся сюда с вами на территорию Заяцки. Сейчас мы с вами будем знакомиться с вами как-то не в первый путь. Но обратите внимание, что специально для нас с вами сделали такой деревянный настил. С чем его сделали? Ну, во-первых, видите, да, тут есть отундровая растительность. Вот, и здесь очень тонкий плодородный слой, буквально 2-3 сантиметра. Дальше идет камень, и вы будете видеть вытопты на участке, которые просто столетиями будут зарастать. Поэтому будем по деревянному настилу идти. Маршрут полтора километра. С вами будем, сделаем кружочек и вернемся сюда. А может, это будет? Конечно. Сейчас, это встреча есть. А может, это будет? А может, а может, а может, где я возишь? Да, вечерника, она, например, уже взяла почти полностью. И у нее, наверное, взяла пухне. Красивая. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Диаметр самого маленького лабиринта в мире 3,5 метра Диаметр самого большого 25,4 метра Лабиринты были обнаружены не только здесь на Соловках и в России, например на Кольском полоске, но были обнаружены в Швеции, Норвегии, Финляндии и вот всего в мире было обнаружено 300 лабиринтов примерно. Ну, следовательно, некоторые лабиринты мечтают за настоящие. А если мы с вами говорим про лабиринты на Соловецком архипелаге, то здесь их было обнаружено 16. 9 лабиринтов находятся на Большом Зайском острове, где мы с вами, собственно, сейчас и находимся. Мы с вами только с тремя познакомились. Где остальные? Вот в той части. Мы, на самом деле, с вами их проходили просто из-за того, что лабиринты на высоте небольшие, мы с вами их просто не заметили. Но, в принципе, они аналогичны тем выкладкам, которые мы с вами увидим, так что от того, что их не посмотрели, ничего не потерялись. Вот. Четыре лабиринта были обнаружены на острове Анзер. Помните, где это? Это вот второй подлосок. Там четыре подлоски. И лабиринта была обнаружена на Большом Соловецком архипелаге, с которого мы с вами пришли. Единственное, что в лабиринтное время 20-х годы два лабиринта было, к сожалению, разрушено. Но затем, по записям «Виноград», вот первым следователем, экспедицию Куратова, в 42-й год, постарались сделать реконструкцию лабиринт. Вы, наверное, погуляли все. Ну, а пока... Да, да, да. Вот можете прогуляться, потому что, смотрите, здесь всё-таки памятник, мы с вами не можем здесь. А по реконструированным лабиринтам вы можете прямо походить, походя. Ну, и исследователь не волновали вопросов касаемо назначения, татировки, культурной принадлежности лабиринта. И Виноградов сформулировал основные проблемы так. Кто, когда и зачем построил эти загадочные сооружения? Вот на эти три вопроса, кто, когда и зачем, мы с вами постараемся ответить. Из-за того, чтобы получить первые два ответа, давайте пройдём с вами в следующий вопрос. Привет, друзья. Ни остатков захоронений, ни какого-либо датирующего материала под лабиринтами обнаружено не было. И так, как такие работы наносят всё-таки существенный урон памятнику, было принято решение другие лабиринты не раскапывать. И помните, я на предыдущей остановке сказала, что в мире около 300 лабиринтов было обнаружено? Мы раскопали только один, который находится перед вами. Так что, можно сказать, нам с вами повезло. Ну, а у нас с вами три вопроса. Кто, когда и зачем? Давайте для начала постараемся ответить на вопрос, когда же могли быть построены лабиринты. Первыми высказались учёные природоведы, которые изучали закономерность, с которой понижается уровень воды в Белом море. Помните, в самом начале говорилось, что острова растут постоянно, да? И вот за последние 9000 лет они выросли на 22-23 метра. Вот учёные провели расчёты и пришли к выводу, что 2000 лет назад лабиринты строились на 4-х метровых террасах над уровнем моря. 3000 лет назад на 6-ти метровых террасах над уровнем моря. То есть, по их методике получалось, что чем выше лабиринт, тем он более древний. Однако, такая методика точного ответа дать не могла. То есть, в теории, согласно неё, могли быть построены лабиринты, но нет никаких подтверждений этому. Поэтому, от этой гипотезы отказались. Затем, постарались определить возраст лабиринтов по степени задернованности и патинизированности камней. Если простым языком. Вот, обратите внимание на камушки. Видите, они покрыты такой органикой? Вот это патина. И у патины её микрочастицы проникают в поры кам. И вот, старались потому, что камушек покрывает, определить возраст выкладок. Однако, некоторые лабиринты были вытоптаны. Другие пострадали от пожаров. Кроме того, сейчас, в 21 веке, до сих пор скорость нарастания патины на камнях учёным неизвестна. Да и камни тысячелетней давности и современные, можно сказать, камушки, они имеют одинаковые свойства. Поэтому, от гипотезы отказались. И только после того, как во второй половине 20 века были обнаружены стоянки первобытных людей вблизи лабиринтов, учёные смогли только предположить, что вероятнее всего, когда на стоянках останавливались первобытные люди, примерно в это же время могли быть построены лабиринты. Но так как территориальную близость учитывали исследователи. И на стоянках первобытных людей обнаружили каменный инвентарь, керамику, датировка которой была второе-первое тысячелетие до нашей эры. И учёные предположили, что вероятнее всего, в это же время и могли быть построены лабиринты. Опять же, потому что находились возле стоянок первобытных людей. Ну, то есть, на первый вопрос мы с вами приблизительный ответ получили. Второе-первое тысячелетие до нашей эры. Далее, давайте постараемся ответить на вопрос, кто же мог построить лабиринты. Учёные исследовали четыре пути передвижения древних поморов. Север, юг, запад, восток. Вот если мы с вами берём северный путь с Кольского полуострова, от этого пути на самом деле отказались практически сразу. Потому что, ну, представьте себе, проделать 140 километров по встречным течениям, не видя перед собой цели путешествия на лодках, где якорь был всего лишь 5-килограммовый камень, ну, во втором-первом тысячелетии до нашей эры всё-таки, наверное, было невозможно. Далее, если говорить про южный путь с Онежского залива. Вот, смотрите, соловки вот здесь, да? Онежский залив внизу. Давайте будем вот так вот. Смотрите. Учёные исследовали больше ста островов Онежского залива, однако ни лабиринтов, ни каких-либо следов пребывания первого пути обнаружено там не было. Поэтому от этого приходится также отказаться. И у нас с вами остаётся ещё два пути. Восточный и западный. Вот здесь и восточный, это территория современной Архангельской области, летний берег, да? Вот. На самом деле до острова Антеза, который, который приходит, совсем недалеко. Вот. И если мы с вами говорим про восточный путь, то пользу этого пути говорит то, что на Летнем берегу, то есть ныне Архангельской области, были обнаружены каменный инвентарь и керамика, аналогично тем, что здесь на Соловках обнаружены, на стоянках первогодних людей. Кроме того, тут промежуточный остров Жижгин, с которого хорошо виднеется конечная цель путешествий. Остров Анзер. Это опять же вот это, второй по площади. Помните, я вам сказал, что четыре лабиринта там было обнаружено на предыдущей стене? И вот ученые пришли к выводу. Люди, кто приходили с территории современной Архангельской области, были строителями лабиринтов на острове Анзер. Потому что, если здесь присмотритесь, да? Летний берег и вот здесь островов. Причем находятся как раз-таки, если говорить про Анзер, в той части, которая именно к Летнему берегу. И остается последний путь западный, с территории Карелия современной. Откуда вы, скорее всего, и пришли на судне, да? Вот. Кстати, как раз предполагали, что спустят реки Кемь и Вык, с которых вы тоже, да? Приходите. И вот после этого пути говорят также, что обнаружили каменный инвентарь и керамику, аналогично тем, что здесь на Соловках обнаружили. Кроме того, есть промежуточные острова. Архипелаг Кузова. Вы наверняка видели его, когда на судне шли к Большому Соловецкому острову. На Кузовах были обнаружены лабиринты. И оттуда хорошо виднеется конечная цель путешествия. Большой Заяцкий остров. А с Большого Заяцкого острова хорошо виднеется конечная цель путешествия в Большой Соловецкий остров. Мы здесь из-за деревьев не видим, но с той стороны наверняка видели монастырь. И вот ученые пришли к выводу, что те, кто приходил отсюда, в территорию Карелии современной, были строителями лабиринтов на Большом Заяцком острове и на Большом Соловецком острове. То есть вот два таких ответа на два вопроса. И остается последний. А зачем же все-таки лабиринты были? Нет, дорогие друзья, у нас к вами вон там ведет третий лабиринт. Раскопали один... Самый большой лабиринт завтра на Европе. 25 метров. Ну и у нас с вами последний вопрос. А зачем же все-таки лабиринты были нужны? Вот было быстро, и так еще много приходят. Я расскажу вам вопросы, которые интересны. Мы с вами постараемся ответить на последний вопрос. Первую гипотезу выдвинул Виноград в Большом Соловецком острове. Он связывал лабиринты с амскими символами Сайва. Гора или город-мед. Во-гипоте, душа умершего находилась под грудой камней в центре лабиринта. А такие шпирали были необходимы для того, чтобы душа умершего запутывалась в ходах и никогда не выходила в мир живых. Ну, для того, чтобы живых не тревоз. Затем, выдвинула гипотезу ленинградский археолог Нина Бурина, которая связывала лабиринты с объектами пустого промысловой магии. По ее гипотезе, первопытные люди, перед выходом на промышу, собирались в ходах в лабиринты. А затем, в ходах в лабиринты, они поражали воображаемого зверя или ручей. В ходах в лабиринты, в ходах в обряд, необходим для того, чтобы увидеть успехов на условиях деятельности. На первопытную, в ходах в лабиринты Владимир Або, который связывал лабиринты с обрядами инициаций. По его гипотезе, юноши, настигшие возраста 18 лет, собирались в ходе этих шпирсов со старшими членами рода, и те посвящали их в царство взрослой реперии. Затем была выдвинута такая достаточно интересная гипотеза с грозаводским приветом Иваном Було, который говорил о том, что лабиринты – это ловушки для ловли рыбы. Как же так было? Вот, а дальше вспоминайте, острова растут постоянно. И он предполагал, что раньше лабиринты были выложены на берегу Белого моря. И как получилось? Во время прилива рыба попадала в ходы лабиринта, а затем с отливом она запутывалась в ходах. Попробовали провести эксперимент. И построили лабиринт на берегу Белого моря. Но ни одной рыбки не поймали. Поэтому у нас эта гипотеза открывается. Все более интересная гипотеза была выдвинута человеком, имя которого в истории, к сожалению, не сохранилось. Все называют его просто астроном. Он говорил о том, что лабиринты – это древняя обсерватория первопутных людей, где первопутные люди, используя лабиринты, звезды и луну, определяли начало и окончание промыслового сезона. Но когда этот человек приехал сюда за самоснегу, то обнаружил, что летом-то ночью здесь белые звезды не видали. Вот если берем с вами с середину мая по середину июля, здесь фактически едой звезды вы ночью не увидите. Кроме того, чьимой лабиринты покрыты толстым слоем снега. Поэтому от этого гипотеза отказались. Затем гипотезу прицелил Курат, который сидел в сухе. Он говорил о том, что гипотезы виноградов и Куриных, и того они не противоречились, а дополнялись. Лабиринты могли использовать для различных возможностей, для покупательного обряда, обряда гипотеза, для того, чтобы иметь успешно-правословые деятельности. И он предполагал, что возможности эти лабиринты могли, например, проводить истинные жертвы. И в этом году, везде, везде, и везде, и везде. И везде. И везде. Продолжение следует... 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 дороги. И уже начинается военная часть путешествия Петра, о которой повествует только легенда. Петр Первый на двух кораблях Святой Дух и Курьер добрался до села Нюхча. Сам эти корабли подняли на сушу и волоком протащили 160 верст по Великой Сударевой дороге до села Павенец. Там вышли в Онежское озеро, затем по реке Свирь вышли в Ладожское озеро, штурмом захватили крепость в Моттебург, затем захватили еще крепость не отшансов. Вышли в устье реки Невы, где в 1730 году был заложен город Санкт-Петербург и на Сальчем острове была построена закрытая каменная края, которую, аналогично той, которую Петр Первый увидел, здесь была с вами на Соловках. Получается так, что Соловки косвенно послушили последствия основанию города Санкт-Петербурга. На ней написано 1702 год. В 2015 году была открыта после реставрации для посещения. Прямо не услугаюсь, они вспомнили. Прêuаем. В Немножечко с вами попутекуемся, но я думаю, вам нужно всех поцепить, да? Вот, уважаемые туристы, мы с вами находимся в деревянном храме, который, напомню, перестроили часовню в 1702 году и осветили в честь апостола Андрея Первозванного. Ну, можете прямо прикоснуться к стенам, можно сказать, прикоснуться к истории Марьерной лиственницы. Опять же, деревянный храм, которому больше 300 лет. И вот здесь, обратите, пожалуйста, внимание, с двух сторон, у вас там тоже, есть такие деревянные герцы. Видите? Это звуковые окошки. Вот у нас с вами, конечно, кто-то стесняется зайти сюда, вы не стесняетесь, приходите. Вот, ну вот смотрите, в среднем здесь помещается, мы проверяем, 35 человек. А вот представьте, сюда полуменьше приезжали, места всем не хватало. Поэтому для наших времен, конечно, не сохранились, но с северной и южной стороны от храма были сделаны такие гульбища, ну, такие небольшие галереи, на которых стояли паломники, когда шла служба. И во время службы вот эти деревянные окошки, они открывались, и те, кто стоял вот этих пристройщиков, да, они могли слушать молитву, соответственно, молиться. Далее. Обратите, пожалуйста, внимание на иконостас. К сожалению, оригинальный был уничтожен в лагерное время в 1938 году, но потом по описям и записям Виноградова, это помните, который бывший заключенный, он же когда в лабиринт изучался, он же в храм тоже заходил, да, и вот он сделал описи и записи и иконостасы, и потом, впоследствии, в 2015 году постарались восстановить тот иконостас, который был здесь изначально. Изначально. Их анастас тяблок. Что это означает? То, что тяблок, такие поперечные брусья, спазм посередине, иконы, получается, она как на полочку здесь стоит. И вот на тяблок, вот обратите внимание, на арписи, видите, вот они повисуют о прибытии сюда на столовки Петра Первого. Это вот та история, которая снирушена, как я вас рассказывал. И обратите здесь внимание на икону, Богоматерь Корсунская или по-другому Сосновская. Она была явлена в 1627 году на Сосне, в северной части Большого Силовецкого острова. Икона считалась чудотворной. Вот было две чудотворные иконы Богоматери до лагерного времени. Одна Хлебина, которая Полчеву была явно рассказывали, понимаете? А вторая Корсунская или Сосновская. И вот помните, спас и Преображенский собор, там всего лишь два столба. Вот у одного стояла Хлебина, у левого, у правого стояла Корсунская. Но, к сожалению, в лагерное время оба иконы были утрачены вероятность, когда комиссия по взятию церковных ценностей работала. Далее, обратите, пожалуйста, внимание на Дьяконскую дверь, где изображен благоразумный разбой, который был распят по правой рукой от Иисуса Христа. Его руки при жизни были по локоть крови. Но перед смертью он покаялся, таким образом ему была открыта дорога в паре. Далее, обратите, внимание, за твой замечательный фоном, где представлен преподобник Зосима Савати Соловецкий. Слышали про это? Зосима Савати Соловецкий. Вот их называют покровительным пчеловодством. Но вот вам завтра в патриническом саду расскажут, что пытались здесь в 19 веке на Солоках пчелу распадить, но затылка и не дала. Поэтому пришлось потом грязную, неочищенную привесенную воск привозить сюда на Соловки и уже потом очищать и делать свечи. Почему же они покрытили пчеловодство? Ну, потому что многие ассоциируют монастырь как улей, в котором монахи трудятся как у чужих. Вернулись в Заячьи островы. Обедали вот там вот. Так, территория, в принципе, красиво сделана. Так, жилье. Сейчас покажу. Что с водой, не знаю. Так, по идее, бойлер выключен, но вчера горячая, точнее позавчера горячая вода была, вчера не было. Помылся под холодной. Тоже кабинка не закреплена. Ну и так как-то. Всё, не знаю, дёшево что ли сделано. Или некачественно. Чайника нет, холодильника нет. На экскурсию на пазиках. Вот сейчас зато команду проезжали, я упал. Вот такая вот. Вот смотрите, вот 1820 в втором году. На столе озера горячая Мадрид Макарий. Это вы слышали менять? Нет. Спасибо большое. Мадрид Макарий искал место для уединённой пустыни. Пустыни, в общем маленькое монашеское поселение, как правило, уходя в пустыни, дают дополнительные обеты, например, обед молчания или обед постоянной молитвы. Ну и вот он выбрал один из холмов. Не вдалеке от Малыша Райза был вот этот вот холм. На вершине холма поставили небольшую чесоньку, а в оконах стояли фелье. С одной стороны стояла фелье для временных подвечений у настоятеля, а с другой стороны стояли для братьев-безгонных безпоживающих. Ну постепенно братья монастыряда заметило, что территория не совсем обычная. Давайте проведите, мы видим, что это дегерство, которая здесь улетает, объемная с тремя холмами. А эти три холмами заключаются в один год фокар. И как за 10 лет фокар она попадает в долю. В этот фокаре здесь обработка, такое свое непроклимат. Какие люди знают, что на островах у нас микроклимат, да, если у нас живо, то есть ли островного положения, да, и для того, чтобы центр циклорической активности. Ну и получается, что ботанический сад, вот такой микроклимат в микроклимате, да, и что уже в 19-м веке население этого монастыряа удавалось выращивать, а растения не характерные для наших природ. Что-то здесь украля, мы с вами обязательно посмотрим. Сады посажены еще при архимандите Александре, да, помните, это середина 19-го века, она у того, как было настоящее, там во время обстрела англичанами Соловецкого монастыря. Ну и считается, что ни одно из тех деревьев до наших дней не сохранилось. В 1881 году в приходной расходной книге монастыря делают запись о том, что куплены саженцы бедров на 35 рублей. Но, к сожалению, никто не указал, сколько именно саженцев было привезено сюда на Соловке. Также записали, что саженцы были высажены в разных петах и пустыне. Мы знаем, что есть кедр в собаке, вот или по всей пустыне, здесь басочки лепали в Макаревской пустыне. Но, опять же, точно не зафиксировано, сколько именно деревьев было посажено вот здесь, да, либо в других. Вот там вот наверху, но сейчас не видно за деревьями, но там остался единственный еще монашеский поклонный крест, который простоял и время лагеря тоже. Вон еще кедр тоже такой интересный, верхушка сломалась, а ствол дальше пошел из боковых веток. Он и манитился, он и киний, и там, вот, в основном, нашим киний он. В других этих условиях может подниматься, например, около тысячных метров. Например, вот такой вот голый киний, а потом, конечно, тоже пришлось к нашему киний. В наших киний-матер в наших условиях это один из первых первосветов. Там то есть появляется вот так вот стрелочка у него, эти симпозитные фиолетовые цветочки, это первая, что наклетает у нас здесь вот Макаревка. Ну и по данным растения, конечно, лекарственные, собирают все те, но старые лица, которым уже 3-4 года. То есть сначала листья у нас 5-9 лет, потом прояснеют, а еще через год, когда они перенимуются, вот такие вот совсем-вот жукшие, прицомные листья, казалось бы, уже надо было пищи, вот их нужно собирать, посушить, и из них можно заваривать чай, очень приятный на вкус. Он немножко похож на дух по вкусу, если добавить чабурет, то вообще прям очень приятно. Кремеси все оседали, ну а сам воск, он всплывал вот этой вот тонкой стружкой, стружку эту потом разламывали, ну, плелочку, да, разламывали на стружку и раскладывали по столам. Столы были деревянные, покрытые холстиной, металлические столы не использовали, потому что, ну, воск просто потом будет всыпать виничку рядом, когда ракеталы, если были бы металлические. И вот так вот просто посолнышем, но воск не будет, раньше было здание воскобелильного завода. А на месте грядок располагались ряды, где воск высушивался солнцем. Говорят, что сначала закупался неочищенный дешевый воск, и вот отбеливали, потом из него делали свечи, продавали прихожанам, и с этого зарабатывали монахи. Этим текнем, да, паром или даже водой, которая вот оставалась во плавление воска, отапливали теплицы оранжереи, которые когда-то стояли на территории сада. В 1872 году Туалетский монастырь посетил писатель Василий Иванович Данченко, да, брат известного доматурга. И он пишет о том, что здесь есть оранжереи с цветами, и о том, что здесь растут персики, дыни, арбузы, виноград. Ну, конечно, что это было в небольшом количестве, всего только лишь нашел настоятель, у гостям обители. Но мы знаем, что такие вот теплицы оранжереи, они, конечно, очень привлекали паломников, потому что паломники кто были в то время? Ну, в состоятельные люди. Нет, как раз наоборот, потому что, да, крестьяне люди красивые, смотрите, полосы круглой войны, полосы в принципе стало очень известно, да, что это вот когда были, да, все на обдорке. То есть вот такое важное событие, да, обстрел английскими кораблями, мирные, да, православные обители, там чудо, что никто не пострадал. Интересно, что стал очень популярен монастырь, плюс отмена крепостного права. У людей появилась возможность, да, достаточно свободно перемещаться. И, конечно, да, в второй половине 19 века основная масса паломников это были простые люди, христиане. Приводили, в течение дня они не приходили, потом к новому проводили первое комбардское отделение. Осталось со времен лагеря. Вот там вот почти стертая, но надпись комендатура. Он накопила места для гандропитомников. Здесь на островах гандропитомцев. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok